Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеш и сегодня мы с вами поговорим про портативную акустику от компании JBL под названием JBL Pulse. Поехали! Хотелось бы начать не с самого главного, но довольно таки привлекательного, а именно с коробки. Её передняя часть переливается, тем самым нарисованная колонка как будто уже играет. Ну да ладно. В комплекте найдёте гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации, а также саму колонку. Рядом с колонкой лежит коробка, в ней найдёте провод microUSB для зарядки, ещё немного макулатуры, американский адаптер, а также две сменные вилки, европейскую и английскую. Так что если вы поедете за границу, то колонку от розетки зарядить точно сможете. Но по комплектации всё, давайте посмотрим на саму колонку. Сам материал, с которого сделана колонка, это твёрдая резина, так что по поверхности уж точно скользить не будет. А за металлической решёткой скрывается LED-панель, которая, так сказать, и есть изюминкой данной колонки. Теперь самое время поговорить о характеристиках. Как написано на самой коробке, фирменное звучание JBL, две высокопроизводительные мембраны и встроенный басовый порт. Частотный диапазон от 100 Гц до 20 кГц, максимальный уровень звукового давления 86 дБ, 64 светодиода с 5 запрограммированными узорами, батарея ёмкостью 4000 мАч, её хватит на 5 часов беспроводной автономной работы. На самой колонке найдёте клавишу питания, клавишу, с помощью которой колонка становится доступна для поиска, кнопка, которая переключается между режимом освещения колонки, клавишу увеличения и уменьшения громкости и ещё одна кнопочка, про которую поговорим немножко позже. По краям найдёте две полоски управления. Одна из них отвечает за яркость LED-панели, а вторая за выбор цвета. Их здесь всего 7. Красный, оранжевый, жёлтый, салатовый, зелёный, синий и фиолетовый. А проще говоря, все цвета радуги. Для того, чтобы включить режим со всеми цветами, нужно нажать на клавишу, про которую я говорил немножечко ранее. На задней части колонки найдёте два разъёма. Микро-USB для зарядки, а ещё джек 3,5 мм для подключения проводных устройств. И 5 световых индикаторов, которые покажут, сколько осталось батареи. Сама колонка работает по Bluetooth, но также есть модуль NFC для быстрого подключения. Теперь давайте поговорим про режимы светомузыки, которые предлагает колонка. Но перед этим хочу сказать, что компания JBL рекомендует также скачать приложение, которое вы сможете установить при первом подключении колонки по Bluetooth или скачать в App Store. Называется оно JBL Music. В нём вы сможете легко управлять светомузыкой на колонке. Первым делом нужно подключить колонку к смартфону. Для этого на колонке нажимаем на значок Bluetooth, переходим в настройки на смартфоне и подключаемся к найденному устройству. Далее переходим в приложение и нажимаем на оранжевый значок с белой колонкой и подписью «Пульс». Здесь у нас есть один переключатель и три вкладки. Переключатель активирует LED панель. Во вкладке «Effect Library» сможете найти все доступные эффекты. И здесь всего 5. Rainbow, Equalizer, Club, Chill, Fog. Но после загрузки обновления на ваш смартфон и синхронизации с колонкой, появится ещё 4 режима. Meteor, Fire, Breeze, Dance. И всем этим можно управлять прямо с приложения. Следующая вкладка «Light Editor». Здесь можно выбрать свет, яркость, а также скорость мерцания света. Есть три варианта. Медленно, умеренно и быстро. Ну и в последней вкладке опять же найдёте инструкцию по эксплуатации. Вот мы с вами и посмотрели на довольно-таки интересный продукт от компании JBL. Ссылку на покупку, как всегда, найдёте в описании под этим видео. Не забывайте подписываться на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео, делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok